Так, ну чё, у нас последняя, так сказать, срань осталась, последний сценарий, повелитель кошмаров, даже без трёх источников измерения, всё ещё находится на грани разрушения. Поехали! Metal Gear Racing нет, в записи их нету. Очки разгром врагов уменьшены на 1, однако статус разгрома длится в половину меньше, чем ранее. Так, и дебаф с прошлого раза, да? С прошлых каток. Давайте попробуем Прыцаря, я, честно говоря, не знаю. Давайте Дробаш возьмём. Добавляйтесь. Так, ну пока денег мало Пока денег мало, потом посмотрим Давайте намокание в этот раз возьмем Давайте попробуем Блин, босс ануса Так, давайте, наверное, сейчас заюзаем Он что-то делает, кастует Хороший шанс сейчас его задамажить На-нах И ты на-нах 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 Все, раздели мужика Урон, конечно, солидный, не поспоришь Если противник обожжен, все окружающие Враги также обжигаются Ну, это, кстати, неплохой вот для демонского Навыка Давайте попробуем сердца огня, не знаю Может, они реально будут обжигаться О, при атаке с 50% шансом обжигает цель Слушайте, а я возьму, наверное Жаль, оружия никакого Не выпало хорошего Будет такая синергия Энергия Давайте возьмем Эффективность вашего эликсира увеличится на 50% Ну да Он почти на фулл хилл будет давать Ну да Конечно, его приятнее гораздо убивать Издалека Не получая урона А так он По щам порой дает Но не страшно Убийцы драконов Фига себе Не, наверное, все-таки обычную атаку возьму пока Все стандартные указатели на миникарте будут включены При нанесении урона противникам На соседних близких вы получаете щит Способный получить 5 урона Попадает после окончания хода Второй у нас есть арт Какой у нас есть арт? Давайте возьмем второй, конечно Но я чуть не понял, про что вы говорите О, блин, а можно взять, кстати Можно взять под дракона Осталось только найти какой-нибудь хороший Вейпон Вейпон Какую-нибудь пушку боли, черт побери За все запиги ни одной легендарки не было Ну что такое, ну игра, ну Пощади Ну дай хотя бы поглазеть на легендарочку Ну давайте уж максить воду тогда Чтобы дэмэдж у нас был колоссальным Едрить как же, черт побери Щиты разрушаются адово Ну конечно от огня тоже хороший дэмэдж Смотрите как он горит прямо Опа Ну блин Фигня полная, наверное Как это вообще работает Когда цели, не вступившие в бой Подвергаются атаке Они впадают в ступор Разве все цели Не автоматически агрятся? А, есть фомилиар Робот У него есть перк инвиза Меч природы Выглядит прикольно Дедуль, ты че? Нравится тебе такая порка? Мне вот не понравилось Ну тут коррит урон возьмем При использовании навыков ветра Выхервые порывы Отбрасывается всех противников Поблиц Всех вышедших на один ход Дальность действия мгновенного переноса Ну, мгновенный перенос тогда берем Конечно же Неужели мы будем проходить С белым оружием Тупейшим Надо хоть какой-нибудь Дробаш выролить Покруче Ну, может быть Нам повезет сегодня Уху-ху Может быть нам повезет Реально Сегодня мы Получим руку Нефилимма Было бы сладенько Было бы сладенько Блин, я кстати По-моему на прошлом этаже Вот эту штуку не взял Я решил оставить ее на потом И забыл совсем Секрет попугая В центре комнаты Висит металлическая клетка В которой сидит Ржавая механическая птица Чирик Доброе утро Насал новый день Новый день Кажется его язык Тоже заржавел Судя по манере его речи Вы понимаете Что этот механизм Изображает попугая Вы медленно подходите К мех созданию И тут оно Поворачивается к вам Монеты Чирик Вложи монеты в мешочек И секреты будут твоими На вашей мини-карте Будут отображаться Секретные помещения Во всех комнатах Пошел нахуй Черт вонючий 500 монет он бросит Давайте воду Замаксим до конца Так, а че за баф там был? При каждом ударе Получает один заряд Когда заряды Достигают пяти Следующий атак Эли Уберет одно До пачку разгрома Нормально Царица Мундрагор Звучит прикольно Так, где царица наша? Хрена красненькая какая Блин, тут маска жопья Ну это мы будем каждый ход Терять Каждую атаку Терять пять хп Ну давайте возьмем Ладно Так, ну погнали Ты слотики Ну перчаточку дайте мне Ну ё-моё Ну ёбаный ротик Обмана долара, черт побери Никакой перчаточки, детки Не знаю, короче Походу, наверное, не меняем мы нифига Оставляем дробовик пока что Просранная тысяча Ну что поделать Не всегда везет Чемпионом Ну легендарка не выпала Значит не пройдем финал босса Что-то она, ну неплохо так накидала Мне, конечно, на урона Я тут зафейс роллил просто А комбо перчатка на этот навык демона Не будет работать, наверное, да? Как, как, как Как может она типа сработать дважды? Все равно типа не будет две ауры, наверное Будет? Я не могу представить просто как это будет работать Ну ладно, давайте попробуем что б они больные что ли они больные? скажите мне сейчас жесткое говно какое-то эти кони. Надо их отдубасить. Ай! Так, ну мы, значит, можем взять еще счет. Но я думаю, что типа ну либо урон надо брать, либо паралич. Давайте паралич возьмем. Лорд Кокер. Вот это дэмэдж. Вот это я понимаю. Папочкин дэмэдж. Дэмэдж папаше. Счетчик. Получаете баф урона каждые 5 ходов на основании количества успешных атак. Нормально. Надо счетчик, наверное, взять. Ну давайте счетчик возьмем. Вот это что такое? Тотем к ровной месте. Чем меньше ваш процент оставшихся у Зетти, меньше расхода на навыки. Ну, можно взять, наверное. Ладно, пох, погнали, короче. Че? Волшебный телепорт, отправляющий вас обратно в зал возрождения. Геймпад при использовании управляет указанной целью в течение 7 ходов. Пох, не буду брать геймпад, наверное. Или взять, блядь. Не знаю, боюсь. Ладно, пох, реально. Лучший статус защиты от элементов используем. Негативная корона? Это место кажется смутно знакомым. Элли, прошу, давай просто уберемся отсюда. Не хочешь ли устроить пир в честь своего триумфального возвращения? Не стоит ли наказать тебя за твои сомнения и неверность? Столько времени прошло, ты хоть узнаешь своего господина? Кто здесь? Или что это ты? Корона тьмы. Я око сна, единственное постоянное обитатель переменчивого измерения кошмаров, наблюдающий за всеми ужасными снами, прошлыми и будущими, но я полагаю, что имена и титулы лишь обычная формальность, зная, что я повелеваю короной и что покоятся у тебя на голове. Все, что с тобой происходило в измерении кошмаров, подстроил я и выполнили мои скромные слуги. Тебе понравились все эти простенькие приключения? Ты? Так это ты источник всех бед и страданий? Ну как же корона? Эта штука у тебя на голове? Мое творение, беспрекословно выполняющим каждый мой приказ. Мой слуга, моя марионетка, корона клеветы, что ж ты ждешь? Чего ж ты до сих пор медлишь? Подчини эту глупую девчонку и подай мне мой долгожданный сосуд. Корон, ты что, все это время лгал? Элли, прости меня, это все было сделано для того, чтобы мой хозяин смог вырваться из бесконечного цикла кошмаров. Нам нужен был сосуд, который может свободно перемещаться между реальным миром и твоим миром и миром снов. Нам нужна была ты. Все битвы, в которых ты побывала с Фрэнком и остальными, они предназначались для того, чтобы ты смогла поглотить через них силу кошмаров. Они также выступали в роли испытаний, которые позволяли тебе становиться сильнее и превратиться в более подходящий сосуд. Зря сотрясаешь воздух, мой глупый слуга. Скоро ее разум перестанет существовать, и теперь поторопись и приведи ее ко мне. Теперь я понимаю все твои сомнения. Полагаю, это моя кончина, да? Просто немедлево ими всего, что мы пережили. Элли, хозяин, прошу, выслушайте меня. Пожалуйста, сохрани Элли жизнь. Наверняка должен быть иной способ. Что ты делаешь, корона? Какая надменность? Ты просто пешка в моем гениальном плане. Фальшивка. Спорит со своим хозяином. Какая дерзость. Во время путешествия в селе я изучил человеческие умы, душу и понял, что кошмары не чистое зло, как ты утверждал. Какое смехотворное заявление. Какой-то бездушный предмет смеет заявлять, что понимает, что на уме и в сердце у остальных. Корона знает о человеческом сердце больше, чем ты можешь мечтать. Даже без души. Ты его создатель. Даже когда он не понимал твоих приказов, он изо всех сил старался их выполнить. Хозяин, пожалуйста, дай Элли шанс. Дай еще один шанс принять этот мир. В существовании есть смысл. Ерунда. Тебя когда-нибудь пытали бесконечные кошмары? Мои страдания вызывало именно то, что вы двое так отчаянно цените. Слабость человеческого сердца. Лишь уничтожив человечество, я наконец обрету покой. Нет смысла тратить время на глухих. Твой последний шанс. Подчинишься ли ты приказу или продолжишь противостоять своему создателю до конца твоего короткого и жалкого существования? Знаешь, что я не желаю сражаться с тобой, хозяин, однако, если дойдет до этого, не похоже, что он собирается передумать. Нам не остается ничего другого, кроме как сразиться с ним. Я твой создатель. Я вытроил тебе жизнь. И вот какова благодарность. Я... Ну что ж, силы кошмара, которые вы собрали в этом измерении, вырвятся наружу. Вкусите мои страдания и мою боль. Элли, осторожнее, он надвигается. Обычный облик атакует с помощью парных клинков и неаспектных навыков. У нее, походу, будут меняться каждый раз предметы, да? Рывок вперед. Так, давайте завязаем вот эту мочалку. Что у нас еще есть интересного? Давайте вот эту пепежу. У-у-у, пепежа вообще найс так-то. говно. Я так понимаю, что это лишь первая фаза, говно. Куярим, куярим Куярим, куярим Ой, зря, ой, зря Куярим, куярим Куярим, куярим Ну, пипе же действует наверняка Так, сейчас будет вторая фаза Сила кошмаров теперь принадлежит мне, у тебя против меня не шанс У него в рукаве остались еще какие-то козыри Похоже на то, осторожнее, Элли Какие глупости, склонитесь перед всеобъемлющей силой Блин, пипе же дезинтекрировала У нее не это к физурону Что? А что я должен делать? Отравлять ее калом этим, что ли Характеричество земли Ну, получается Куярим, куярим С каждым разом дает 50 очков поглощения Щита ранее атакующего При получении обычных атак Пиздец, что за имба Ветряной облик, да? О, парализовалась Найсова Хуярим, хуярим Хуярим, хуярим Хуярим, хуярим Хуярим, хуярим Хуярим, хуярим Так, теперь мы Потерпим немножечко Найс Хуярим, хуярим Пипежа Смехотворно Почему ты так сопротивляешься? Сдавайся уже Я тебя одолею Ради измерения и ради короны Я не сдамся Если для победы Над вами мне нужно больше силы То я вытяну еще больше из кошмаров Безграничное использование силы кошмаров Приведет лишь к разрушению Будь что будет Но я выберусь из бездны кошмаров Блин, опять физ поглощение Ну что за имба Отправление временем Все пораженные цели Передут замедленный режим Хуярим, хуярим Получается Блядь Стоп, что? Физический щит Блядь Ладно, пьем Так, все Щит кончился, да? Вот, ну облик Атакуют с помощью ружья И навыков воды льда Сука, еще и выхилилась Падла, ебаная Так, ну сейчас можем ударить Еще раз Опять подлечился Ну еб твою мать Весь входящий урон Огнем лавой Пламенный облик Такой с помощью топора И навыков огня А топор Он же типа по кругу Да, хуярит Блядь Надо подальше отходить Тогда Че блядь вообще происходит? Хуярим до конца Блядь Как могло обычное творение Одолеть своего создателя Может ты просто сдерживаешься Может в глубине души Ты хочешь больше А, это я говорил Может ты просто сдерживаешься Может ты в глубине души Хочешь больше узнать о людях И об этом мире Ерунда Все мои бесплодные усилия Направлены на побег Из этого заброшенного места Вот в этом ты и ошибаешься Измерение кошмаров Не пустынно Кошмары рассказывают людям Чего они на самом деле Хотят в жизни Они напоминают нам о том Что мы ценим сильнее всего И предупреждают Возможных опасностях Страх перед кошмарами Готовит нас к тому Что может произойти В реальной жизни Значит не все Впустую Значит все не впустую Мир, за которым Я наблюдаю целую вечность Верно Спасибо, что Останешься здесь Спасибо за наблюдение За нашими снами Я понимаю Так значит вот что Я искал всю свою жизнь Спокойной ночи, Элли Фух, да Ну жестенько Под конец конечно Было жестенько Спасибо большое Натрик за сочек А прикиньте сейчас Зарвать бочки И сдохнуть Чертеж предмета Зелья удачи Лесные ведьмы Окунувшиеся в пламя страха Обожженная кожа Заживет Но душевные раны Так просто не исчезнут Это кошмар страха Мудрый джентльмен И умелый механик Погрузившийся в пущину Раскаяния Воссоздал тело Своей возлюбленной Но не смог Воскресить ее душу Это кошмар Раскаяния Сердце обширного океана Дрейфующее В бесконечных волнах Гнева Чистоту не вернуть Просто выплеснув на людей Всю накопленную грязь Ярость Это кошмар Гнева Я и подумать не могла Что сила кошмаров Окажется настолько огромной Что сможет пошатнуть этот мир Это мой шанс Покончить с моими страданиями И я его не упущу Нет, мы не будем Мы не будем так делать Иначе эта победа была Абсолютно бессмысленной Ведьмы вернулись в свою деревню И теперь вместе с ее жителями Проснувшись Жители деревни Осознали Как глупо С их стороны было винить Они заново строили церковь Которую некогда сожгли А не приняли ведьму Обратно Блять, как быстро Фэнк начал свою среднюю Своей лабораторией Нет раз Он пытается создать Новый искусственный интеллект Для тех Кому нужна помощь И компания Всех Да Есть Возможность Море Снова стало спокойным Как и брюшал На дне Не было никакого Левиафана Может в этот раз Человечество научится Сосуществовать Другими видами Даже кошмар Не могут вернуть К жизни погибших Возможна ценность Жизни Отчасти таится В ее скоротечности Но научившись Уважать жизнь Влад Оставил попытки Изменить прошлое Ну закончились На этом все страдания Ну пипер же Затащило Объективно тут Пипер же Затащило Да Кстати Из белого Ну дробовики Дробовики Найсовая штука Не зря Наверное Если мне кажется Я променял на другое оружие Я бы мог всосать Дробовики Прям Очень жесткие Мне игра понравилась Не знаю Балдежная тема Она конечно Дороговато Стоит Типа 700 рублей По моему Или сколько она стоит И Если вот нон стопом Прям проходить То довольно быстро Проходится Но Игра прикольная Просто мне нравится Такая пошаговая Боевка Она здесь Ну забавно Очень реализована Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok